Американцы усиливают свое присутствие на восточном фланге Евросоюза, перебрасывая в Польшу 2000 американских солдат. Это вдвое больше, чем предполагалось ранее, плюс Польше также будет передано командование 5-м корпусом армии США из Кентукки. В дальнейших планах увеличение американского контингента в Польше – перебазирование около 30-ти американских истребителей F-16. На данный момент в Польше базируется около 5000 американских военных, а это значит, что контингент будет серьезно увеличен. Оценивая данную ситуацию, можно с уверенностью заявить, что в Европе возникает новый региональный и экономический лидер, который перетягивает на себя одеяло от старой континентальной европейской знати в лице Германии и Франции, которые раздираемы внутренними противоречиями, проблемами с мигрантами и невнятными отношениями с главным мировым агрессором РФИ. Польша, в свою очередь, весьма последовательна во внешней и внутренней политике и представляет собой на фоне остальной Европы форпост стабильности как с экономической, так и социальной точки зрения. Польша – это мононациональное государство, в котором практически нет расовых расприй. Она обладает мощной и стабильно растущей экономикой, вовлечена во все региональные дела. Большой плюс, что Польша тесно экономически завязана с Украиной, а значит увеличение военного контингента США в стране позитивно и для нас. Следует отметить, что военный контингент американцев в Польше – это не просто дозорные на восточных рубежах Европы, а вполне реальная военная сила, которая вполне готова развернуться в ударную группировку для нападения или отражения атак противника. Самое главное, что переброской военных в Польшу американцы дают однозначный и весьма непрозрачный посыл Кремлю, что, мол, паритет сил в Европе не меняется, просто региональный лидер теперь совсем другой. Польша, к слову, вполне может претендовать на абсолютное лидерство в Европейском Союзе, поскольку давно уяснилось, что ЕС, как таковой, играет не по совсем одинаковым правилам со всеми членами сообщества. Первые скрипки ЕС – Германия и Франция – всегда тянули одеяло на себя. Особо остро это проявилось в последние годы, когда Германия почему-то решила поставить в зависимость от российского газа весь европейский регион, протянув к себе Северный поток-2, при этом не учитывая историческую, экономическую и социальную подоплеку взаимодействия с Запоребриком, остальных европейских стран, которые совершенно не были согласны впасть в зависимость от российской трубы и усиленно искали альтернативу. Напомним, что главными противниками газопровода были именно Польша и страны Балтии, а не Германия. Теперь же Польша тянет газопровод из Норвегии, роет канал для выхода в Балтийское море в обход российского пролива и вообще счастлива в том, что максимально дистанцировалась от РФИ. Еще бы нейтрализовать угрозу общей границы, так вообще была бы сказка. Польша – это хороший европейский эгоист, комфортно существующий в экосистеме общей Европы, при этом имеющий отличную коммуникацию с Соединенными Штатами. Польша – мало кто сейчас указ в Европе, буквально по всем пунктам развития. Это новый ориентир восточноевропейской группы государств, куда входят страны Балтии, Украина, приходящая в себя после тотальной зависимости от РФИ Беларусь, вполне возможно, что и Болгария с Румынией. Процветание или даже больше выживание нынешней ленивой Европы, с ее проблемами толерантности и миграции, сейчас в руках как раз таких государств. Американская помощь в данной ситуации на примере одной конкретной страны отнюдь не лишняя в формировании серьезного задела на будущее в стремительно меняющемся мире. Резюмируя, повторимся, что военный США в Польше – это хорошо, значит, Америке есть, что охранять и защищать в регионе. Позитивное влияние американцев в стране доказано на практике во множестве случаев, что бы ни говорили их противники. А то, что регионально это максимально близко к воюющей с РФИ и Украиной, дополнительно вселяет уверенность, что, как минимум, небольшой тыл в нашей войне с Мордором у нас все-таки есть.